Встреча с Узбекистаном Встреча с Узбеки Встреча с Узбекистаном Встреча с Узбекистаном Одновременно федеральный закон упрощает саму процедуру получения и продления патента нарушения иностранным гражданинам трудовой деятельности в Российской Федерации. Наши коллеги из Комитета Совета Федерации по социальной политике поддерживают данный закон. Наш комитет также предлагает Совета Федерации одобрить данный закон. Это также направлено на либерализацию, о чем мы только что говорили. Спасибо. Владимир Владимирович, у меня есть вопрос к вам. Мне прислала письмо моя коллега-председатель Верхней Палаты Узбекистана, в котором она обращает внимание на поддержку сейчас трудовых мигрантов и условий для их нахождения здесь, в этих сложных условиях. Вот если патент закончился, насколько я знаю, на 90 дней продлевается его действие, можно не переоформлять. Это так или нет? Правильно я понимаю? Да, Валентин Иванович, патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев, в конкретный субъект, на конкретный вид работы. И теперь по истечению этого срока, в течение 90 дней, обязан иностранный гражданин подать на патент, если нет, то потом штраф. На сегодняшний день при получении патента, этим законом, если мы его сегодня одобрим, то без выезда из-за предела Российской Федерации, патент может быть продлен в течение не более 10 дней. То есть наговорил? Понял, люди. Так, еще раз для тех, кто не понял, повторите. Значит, если срок патента закончился, 90 дней разрешается трудовому мигранту находиться без переоформленного патента. Правильно я поняла или нет? Да, правильно. Документ в течение 30 дней, да, в течение 90 дней. Прошу Константин Новича подготовить ответ нашему мигранту. Мы совместно подготовим. Я просто специально задаю вопрос, чтобы озвучили и все услышали. Так, еще есть вопросы? Нет, идет голосование за одобрение данного федерального закона. Прошу голосовать в документе 212. Спасибо. Решение принято. Продолжение следует...